А до нас же завитала Липенчук Марина, талановитый фотограф, с которой мы сегодня поговорим про осенние фотосессии. Витаем тебя! Привет, дорогая моя! А, то вы уже подруга? Ну я уже. Зразумево. Я уже был в этих ситуациях. Ну что ж, мы тебя сегодня позвали не случайно, так как ты у нас очень талантливый специалист и хотим с тобой пообщаться по поводу актуальных фотосессий. Для начала хотелось бы для наших телезрителей немножечко раскрыть твой талант и твое занятие. Расскажи нам, как давно ты, когда ты поняла, что ты хочешь стать фотографом? Ты знаешь, можно зайти очень далеко. Вообще в историю началось все с того, что когда-то мой отец в юном возрасте начал работать в фотомагазине на печатной машине. То есть все с детства? А это было сколько лет? До 10 тысяч? Мне было года три, наверное. И у меня было дома очень много альбомов с фотографиями. Я очень любила приходить к папе на работу и смотреть фотографии чужие, которые были на печатной. Там они такие интересные были, вы что? А потом родители перевели это в работу. Начали заниматься этим очень серьезно. И где-то в классе восьмом я пришла и говорю, родители дайте мне фотографии, я хочу попробовать. Ну, началось все, наверное, с подружек начала фотографировать. А потом как-то перешла в профессиональный уровень. А по окончанию одиннадцатого класса мне надо было стать перед выбором, на кого мне учиться. А я подумала, что я не математик. Я не математик, я очень творческий человек, и мне будет очень интересно как-то развивать себя как художник, как фотографа. Это вот мой стиль. Ну вот, по этому поводу хотелось бы и поговорить. Смотри, наша съемочная группа сейчас мечтает сделать себе хорошую осеннюю фотосессию, и мы хотим узнать, какие же нам образы подготовить для этого. Как фотограф, что бы ты хотела увидеть в кадре? Как фотограф, важно очень выбрать время съемки. Это должна быть золотая осень, листопад, но главное это очень не пропустить. Должно быть очень много ярких цветов. Это когда и зеленый, и красный, и желтый, и оранжевый. Это гамма, это шикарно просто. По поводу внешнего вида. Что касается девушек, это должна быть макияж. Он должен быть очень нежным, очень привлекательным. Но, в то же время, очень достаточно контрастным, в том плане, чтобы не было изъян никаких. Прическа должна быть, опять же, легенькая. По поводу одежды, цвета только пастельные, чтобы как бы воссоединиться с природой. А мы вот готовились с Сергеем. А мужчинам нужен просто романтический настрой. И все так? И все. Вот смотри, кстати, у нас мы подобрали небольшую подборочку фотографий. И хотели бы, чтобы ты прокомментировала, насколько правильно подобран кадр и гармония в нем. В принципе, кадр очень даже гармоничный. Романтическая обстановка подчеркнута? Подчеркнута. Это, знаете, мне кажется, нет. Но, знаете, тут тот момент, когда осенью начинает прорастать молодая зеленая трава. Зеленая. А деревья голые. Совершенно. Диссонанс. Это, наверное, не знаю. Хотелось бы, наверное, немножечко углубиться вовнутрь. Немножко вот лишние деревья. Немножечко. Совсем чуть-чуть. То есть, благодаря одежде и макияжу можно, в принципе, приблизиться. Еще один очень главный момент. Дорогие зрители, перед тем, как идти на фотосессию, вам нужно встретиться с фотографом, пообщаться с ним. Потому что, когда вы встречаетесь с человеком первый раз, и вам нужно сразу раскрыть себя, улыбаться ему, это очень тяжело. Многие люди очень сильно стесняются. Поэтому, чтобы преодолеть этот барьер, нужно встретиться, пообщаться, выпить чашечку кофе. И вот такую гармонию настроить. А есть какие-то методы у тебя, как у фотографа, для того, чтобы расположить? Потому что многие люди очень серьезно относятся к фотосессии. А я, до речи, спелкувался тоже с фотографами. Мне казалось, что хватит, ну, таким профессионалам, где-то 15 минут, чтобы как-то людина почала чувствовать себя больше раскуту перед камерой. Да, 15 минут вполне может хватить. Просто нужно разрядить обстановку постоянно, ну, какую-то шутку говорить, улыбаться обязательно, говорить комплименты человеку. Он открывается сразу же. Это не трудно, но не надо зажиматься. Еще такой вопрос. По времени суток. Какое время суток лучше проводить осеннюю фотосессию? Когда освещение лучше подходит? Я слышала, что это очень важно. Это очень важно. Нужно, чтобы это была достаточно пасмурная погода. Ну, не то, что там были тучи, там дождь ушел, нет. Просто нужно, чтобы солнышко было закрыто тучками, хмарками, из-за того, что... А вот как на наших кадрах. Снова ты, снова вы. Да, у нас еще есть, вот, допустим, вот такая вот погода. Ну, вот смотрите, чем хороша такая погода, что нету ярких контрастных теней на лице, допустим, если это портретная фотография. Очень получаются такие нежные, достаточно и спокойные оттенки, как я могу сказать. Ну что ж, большое спасибо тебе за беседу. А, так, еще просто нагадать. То есть, девчатам нужна косметика, нужна специальная одежда, а человекам, чтобы быть хорошими, нужно быть просто человеками. И все, правильно? Да. Я думаю, что это не последняя наша встреча, и Марина для нас расскажет еще много интересного. Конечно. Я буду с нетерпением ждать приглашения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова